Вот, и здесь есть специальные, там, например, Кодню Святого Валентина, Хэллоуину, базовые, готические, техно. Давайте посмотрим, есть ли что-нибудь связанное с весной. Хочется какой-то такой очень красивый, легкий шрифт. И вот здесь, смотрите, это рекомендуют недавно добавленные шрифты, которые вы можете скачать. Плюс этого сайта, он бесплатный. Да, всем привет. Вот, и, соответственно, с него можно качать в свободном доступе. Так, значит, пришельцы, животные, азиатские, румные, эзотерические, фантастические, хоррор. Вот, давайте Nature посмотрим. Ага, они здесь все у меня будут. Видите, это тоже шрифты. Их можно установить на компьютер, они, кстати, будут работать в любой программе. Но это не совсем то, что я хочу, мне нужны именно буквы. Так, давайте посмотрим вот этот вариант. Нет, тоже не то. Каллиграфия. Да, возможно, что-то с каллиграфией мы сейчас и подберем. Что-нибудь такое красивое. Шрифтов тут очень много. И я сейчас покажу, как их скачивать и как их употреблять. О, Weather Sunday. Вот этот мне нравится. Weather Sunday. Итак, что я теперь делаю? Я беру этот шрифт. Здесь есть кнопочка Download. Вон она там, в краю. Я его скачиваю. У меня есть на компьютере отдельная папка со шрифтами, куда я все это дело складываю. И я запомнила его название, Weather Sunday, потому что у меня их много, чтобы я его сейчас могла найти. Так, он скачался. Открываю. Архив. Соответственно, переделываю. Вот он у меня добавился. Теперь его нужно установить. Ну, здесь все очень-очень просто. Открываете файл, говорите установить. Все, он установился. И теперь из той программы, с которой я войду, будь это Word, Illustrator, Photoshop, у меня этот принт будет задействован. Соответственно, вот таким принтом я смогу... Ой, не принтом, шрифтом. Таким шрифтом я смогу написать какое-то красивое слово. Что мне нужно дальше? Я буду искать цветы. Цветы. Весна. И давайте скажем PNG и ClipArt. Как видите, ищу все через Google. Никаких сверхъестественных задач я себе не ставлю. Сейчас просто хочу показать, как вот, что собирается, как что работает. Притом, вот при таком поиске надо быть аккуратно с авторскими правами. Но поскольку я сейчас не делаю принтов на продажу, меня это не особо интересует. То есть я могу взять все, что угодно, использовать, просто показать, и никуда это потом не пойдет. Они сразу есть с бесцветным фоном. Вот такая шашечка. Это имеется в виду, что данные цветы, они сделаны с прозрачным фоном. То есть они уже обработаны. И это очень-очень удобно. Вот у нас есть Jasmine. Они, правда, на белом фоне. Давайте я их сохраню пока. Сохранить картинку как. Сейчас мы куда-нибудь их сложим, чтобы нам было удобно. Сейчас я создам папочку. То есть первый этап я придумала. Второй этап я подобрала, соответственно, шрифт. Потому что я хочу написать слово. Сейчас я подбираю элементы. Это будут какие-то цветущие веточки, что-то такое. Мне очень нравится. Хочу как раз такую весеннюю композицию собрать. И в гугле я подбираю. Можно это подбирать и на банках. Ну, соответственно, если бы я это делала на продажу, то я бы, конечно, зашла в какой-либо банк. И в этом банке уже бы подбирала, потому что мне нужны были бы авторские права. Но сейчас они мне не принципиальны. Еще раз говорю, я делаю не на продажу. Я делаю просто принт. Так, давайте мы его откроем. Посмотрим, как все происходит. Сохранить картинку как. Сохраняется в PNG. Надо проверить, сохраняется она. Да, без фона. Но это прекрасно. То есть это уже вычищенный цветок. Потому что если вы будете брать такой цветок с фоном, его придется чистить. И вот эти уже вычищенные. Ну, прям красота. А вот они здесь лежат. Сейчас опять проверю. Но если даже какой-то белый фон попадется, я считаю, что это неплохо, потому что я тогда вам смогу показать, как делается чистка. Но только это займет еще минут 15. Это такой небыстрый процесс. Очень неторопливый. Еще прекрасное цветение. Хочется какую-нибудь веточку сакуры. Сейчас мы что-нибудь подберем. Это какие-то вишни в цвету. Ну, здесь на одном сайте много всего интересного. Ну, прям прекрасно. Сейчас мы с одного места все и соберем. Моя задача, ну, то, что я себе в голове ставлю, сейчас набрать элементов, из которых потом будет формироваться композиция. То есть я набираю элементов с запасом. Как мы вот разговаривали с Екатериной, с Марией, я сейчас подбираю фотографии. Это могут быть ваши рисунки. Это может быть, ну, достаточно широкий диапазон всяких разных вариаций. Поэтому это один из примеров. То есть вы можете взять свое изображение, вы можете взять готовое изображение. Может быть, практически все, что угодно. Так, ну, еще сейчас что-нибудь посмотрим, если что-то приглянется. Так, здесь ругаются, значит, здесь не будем. Опять же повторюсь, до коммерческих целей рекомендую использовать фотобанки. И из них брать цветы, ну, или что вам там нужно. И их использовать полностью уверенно в том, что никто вам не предъявит свои авторские права на то, что вы сделаете. Вот уже готовые композиции есть. Прям бери и принт готов. Ну, я бы не хотела мешать рисованный с нерисованным. Давайте попробуем с тем набором, который у меня сейчас уже получился. Это вот акварельные штучки. Они уже вычищены. Смотрите, красота. Так, это платный банк. Соответственно, он мне не даст сейчас ничего скачать. Можно зарегистрировать. Ну, хорошо. Так, я скачала элементы. Я скачала шрифт. Теперь я открываю Photoshop. И сейчас мы в нем будем сколдовать. Соответственно, я буду делать плейсмент для толстовки. Давайте сразу белую толстовку скачаем. На которую мы будем пробовать. Рапортные принты посмотрим завтра. Я покажу их на примере Adobe Illustrator. Я больше их люблю делать в Adobe Illustrator. И расскажу, как они там происходят. Притом, туда тоже можно затаскивать, соответственно, растровое изображение. И потом в векторе их формировать. Так. Толстовочку сейчас скачаем. Давайте только женскую. Я хочу женскую. Пока грузится. Ну, нет, нет. Подожди, подожди. Я сейчас скачаю, а потом ты мне откроешь. Так. Женская толстовочка. Свитшот. Она вот здесь уже с чем-то таким на груди. Нам нужна просто беленькая. Так. О. Да? Нет, наверное, нет. Это мужские. Что-то женское. Если вы уже имеете какую-то, например, свой эскиз, или вы знаете изделие, на котором будете печатать, вы можете либо взять эскиз, что я завтра покажу, векторный формат, либо можете взять фотографию, ну, изделия, на котором вы будете печатать, и на него наложить. Это дает максимальную, соответственно, визуализацию того, что вы хотите получить. Ну, что-то прям вот была какая-то такая толстовка хорошая, белая. Не вижу я ее. Вот это как-то было подразумевать. О-о-о-о. Мне сегодня подфартило. Это не пугайтесь, это... В выходные кто-то что-то делает. Я надеюсь, что сейчас перестанет это звукать. Толстовка женская. 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 Ну что-то прям с белыми толстовками какая-то беда, никак я их не найду. Вот нам нужно сделать вот такую толстовку, на которую потом наложим принт, соответственно, мне нужна основа белая, и что-то я никак ее не поймаю. Вот это хорошее, но она плохого качества, картинка сама по себе. О, вот, отлично. Сейчас мы это тоже сохраним. Все, все элементы я нашла, я прошу прощения за внешние шумы, но это как бы не совсем, к сожалению, от меня зависит. Так. Итак, у нас есть папочка цветы, куда я все собрала, где она у меня. Так, что-то я ее не вижу. Так. Ничего она ее не видит. Так. Создам я одну монтажную область, под печать. Так. Сейчас открою дополнительно. Открыть. Вот она моя папочка. И, соответственно, сейчас все я открою. Там немножко программа ругается, что отсутствие встроенного профиля, но это прям совсем не принципиально. Так. Вот она моя толстовка оригинал, да, вот он мой файл, в котором я буду, собственно, создавать принт. Ну что, давайте начнем со слова «Весна». В фотошопе есть встроенный редактор, текстовый, которым вы, соответственно, можете написать. Сейчас мы выберем наш шрифт, который мы установили. Он начинается на букву W. Сейчас мы его найдем. Веза. Вот он, Веза Санды. И напишем. Так, что такое? А, у меня русский стоит, он поэтому не хочет писаться. Сейчас я его еще раз выберу. Не переключила язык. Ну вот она на меня поругалась. Что-то не хочет мне написать этим шрифтом. Давайте попробуем другим тогда. Сейчас напишем простым. Потом его переподключим. Вообще, почему шрифты не работают? Так, ну что такое? Ни на каком языке не хотят они со мной писаться. Это прям даже интересно. Так, ну хорошо. Давай попробуем создать новый документ. Так. Спасибо. Спасибо. Что же это у нас такое волшебное это происходит? Что мой шрифт не хочет писаться. Хотя вот он пишет, что он написался. Сейчас, друзья, посмотрю, что у меня произошло. Почему фотошоп меня блочит. Наверное, за это я его не очень люблю. Все-таки предпочитаю иллюстратор. Так, сейчас попробуем данный принт в иллюстраторе. Сейчас он будет работать. Может вообще просто слетел блок. Нет, здесь все хорошо. Значит, мы его сейчас отсюда экспортируем. Вот он. Очень красивый шрифт, смотрите какой. Как раз мы сейчас экспортируем. Он получится картинкой и его можно будет обработать кракелюрами. Вот то, что я ходила в магазин. Там как раз был шрифт с кракелюрами. Мне очень понравилось. Экспортом его отсюда вытащим. С прозрачным слоем, чтобы у нас там ничего не было. Вот так. Хорошо. И открою в фотошопе. О, красота. Он у меня теперь не шрифт, он у меня теперь картинка. Мещу его сюда к себе. Здесь надо сразу обратить внимание на размер монтажной области, на которой мы работаем, то есть размер холста. У меня сейчас ширина 21, высота 29. Сейчас я ширину поставлю 30, а высоту поставлю тоже 30. Именно в сантиметрах. Так, это у меня вылез белый фон. Сейчас я туда его поставлю. Вот так. Соответственно, я уже работаю и понимаю, что вот этот размер это 30 на 30. Помните, Катерина говорила в одном из эфиров о том, что надо распечатать и посмотреть, а как оно все будет смотреться. Вот. Так. Весна у нас, да? Давайте мы применим фильтр. Я бы хотела стилизацию сделать. Нет. Сейчас галерею фильтров. И создадим для него такую вот текстурную штучку. Посмотрим, как она на нем приживется. Такое вот напыление. Получается ощущение, что он глиттером сделан. Так. Тушь у нас не реагирует. Так. А вот тоже тушь красивая. Мне больше нравится как глиттером. Сейчас мы его еще подредактируем. Да. У вас, к сожалению, не видно это на телефоне. Зато хорошо видно на экране. Он стал такой вот весь в точечку. Если смотреть, он неровный, а теперь вот ощущение, как будто он блестками насыпан. Так. Теперь цветочки. Сейчас мы их сюда затащим. И будем располагать. Вы тоже задавали вопрос, а как делать реалистичные принты. В общем-то, вот так они и делаются. Если вы берете фотографию изделия. Ну, не изделие, а фотографию какого-то либо элемента. То, что вот был пример попкорна, да. Вы просто берете фотографию попкорна по кусочкам и его раскладываете. Если вы еще создаете тень, то, соответственно, эта тень, она дает эффект объема. То есть, ну, это имитация полная. Когда на плоскости рисует имитацию 3D. Видимо, сейчас придется немножко по цветам шаманить, но за счет того, что я выбрала уже очищенные элементы, их не надо вычищать, дело пойдет веселее. Сейчас я их соберу все в одну кучку, чтобы они у оказались. Да, сакура. Так. Теперь у меня есть документ, в котором собрано, видите, такой большой-большой букет. Теперь мы их будем немножечко уменьшать и смотреть, как их будет лучше расположить. Я себе специально задала формат 30 на 30, то есть это хороший такой placement, когда вы можете напечатать на любом изделии. Я бы хотела сделать так, чтобы оно у меня в края не упиралось, потому что тогда будет, ну, обрезанная часть, что будет не очень красиво. Соответственно, сейчас мы это все будем раскладывать, можно даже тени будет сделать. Сначала создадим композицию того, как бы хотелось, чтобы это все было. сделать. Видите, они прозрачные, друг на друга как бы накладываются, и получается, что я их могу перемещать, и плюс еще могу их, ну, слоями перекладывать, говорить, какой будет над кем. Это очень-очень удобно, когда вот уже такие подготовленные вещи, потому что в противном случае мне это придется чистить долго упорно, и я вот это очень не люблю. Ну, это приходится делать, конечно, но это длинный процесс. Все. Как. Я даже не знаю. Давайте попробуем еще иş. Давайте попробуем все остальные, иwear first, и как можно. Я решила все-таки немножко подкорректировать цвет. Можно даже его еще немножечко в красноту увести. Да, вот так. Смотрите эффект тени. Ну что, сделаем букет. Лишние торчащие веточки сейчас мы уберем. Вот эта мне не очень нравится здесь. Вот эта веточка, мы ее сейчас подчистим. Вот эта веточка. 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 Сейчас сделаю эффект того, что цветы будут как будто нарисованы карандашом. Это тоже в эффектах делается. И теперь фильтры, галерея фильтров и сделаем их карандашными. Вот эта веточка. Вот эта веточка. Сейчас сделаем подарок. Таким стал мой принт. Был он вот таким. Так, а здесь нам требуется немножечко тогда с надписью «Поиграться». Мне она не нравится в том виде, в каком есть. Сейчас мы её поправим. Можно вот так попробовать, достаточно интересно. Нет. Я капризная. Я когда работаю, у меня очень часто много времени уходит на создание композиции, на то, как это сформировать, как это сделать. И вот буду капризничать до этого момента, пока не получится тот результат, который хотя бы как-то меня удовлетворит. Поэтому вы попали в мою творческую составляющую. Смотрите, как я долго и упорно работаю с принтом. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, есть толстовочка... На эту толстовочку мы примерим... Наш период... В принципе, вполне рабочий вариант уже... Может быть отпечатанного... То есть с нуля мы сейчас с вами собрали принт... А что теперь я бы сделала? Я бы его распечатала даже в черно-белом виде... И посмотрела бы реальный размер... Потому что сейчас я приблизительно скомпоновала картинку, которая у меня получилась... И вот тот вариант, который есть... Если я буду это печатать маленькой партией... То это будет, скорее всего, цифровая печать... Сразу на готовом изделии... Соответственно, нужно связаться с фабрикой, которая это будет делать... И спросить у них, в каком формате мне нужно им предоставить данный принт... А он будет предоставляться... Соответственно... Вот он мой принт... Нужно вычтить все остатки, которые не входят в него... Вот он стал у меня на прозрачном фоне... Это вот эта вот шашечка обозначает прозрачный фон... Я сейчас сохраню этот PSD-файл... Всегда сохраняю... И я почистила его... На самом деле, можно и не делать это... То, что я сейчас сделала... Оставить все слои... Сохранить вместе со всеми этими слоями... Для того, чтобы если вдруг понадобится что-либо поменять... То я бы могла зайти и... Соответственно, иметь уже те исходники, с которыми я работала... Вот сюда... Так, это Spring Print... И сразу сохраняю пример картинки... Где она у меня там была... Так, это можно закрыть... Это тоже... Сейчас я найду... Вот... Соответственно, где моя уже непосредственно толстовка с нанесенным принтом... То есть здесь я сразу показываю изделие... Если вы уже знаете, какую фабрику, вы можете показать фотографию их изделия... И на нее нанести принт... Сразу это видно, да... Так, давайте толстовка... То есть если я буду связываться с фабрикой... То я им отошлю эту картинку... Скажу, что я бы хотела, чтобы она выглядела вот так... Если у меня есть лекало... Соответственно, отправлю им лекало... Если нет, попрошу их использовать их лекало... Здесь, видите, достаточно специфичное, со спущенным рукавом... Вот... Соответственно, буду его так использовать... Пропишу размер... Сколько у него будет ширина... Сколько будет высота по максимальным точкам... И, конечно же, сделаю цветопробу... Чтобы я понимала, какая будет яркость... И как это будет смотреться... Ну и все, в общем-то, вот он принт готов... Это один из самых простых вариантов формирования принта... Я не рисовала в фотошопе... Я не вычищала изображения... Как вы видели, я уже скачала формат PNG... Я потом просто немножечко поколдовала над ними... И... Собрала их в композицию... Да... И... Соответственно, немножечко сделала цветокоррекцию... И обработала их фильтром... Притом так достаточно, я бы сказала, топорно... Для того, чтобы получился принт... Но он уже рабочий... Уже вот... Как бы вполне можно даже показывать заказчику... И кто-то может это и сделать... И... Многие вещи, которые вот заказываются с логотипами... Совсем они приблизительно на таком принципе собираются... Это мы с вами работали с фотошопом... Это пример работы с растровой графикой... Завтра я вам покажу пример работы с векторной графикой... И мы соберем с вами бесшовный принт... Если есть какие-то идеи, что-то хотите конкретно посмотреть... Я вам покажу... Я вам могу показать, как и placement делается в векторе... И как, соответственно, делается бесшовный принт... Я люблю больше там делать... Это как... Кому-то нравится одно, кому-то другое... В фотошопе тоже возможно делать... Соответственно, заливки... Не только формировать вот такие принты... Но... Вот так... Как видите, это смотрится... Немножечко долго, немножко затяжно... Потому что я туда-сюда кручу, смотрю, выбираю... Но это такая вот работа... Потом... Сейчас вот я сохраню... Сделаю ролик... Он будет... Длиной там 40-50 секунд... И вы посмотрите, как быстренько эта композиция собирается... Конечно... Работа дизайнера, работа художника... Она более растянутая... На сегодня все... Если у вас появились какие-то вопросы... Вы можете мне их задавать... Если хотите научиться также общаться с программой... Потому что я учу именно не художественного стиля... Я учу программу Adobe Photoshop... То приходите... У меня есть полный курс... Да, давайте на морскую... Не вопрос... Можно рыбок... Можно ракушек... Можно... Да кого угодно... В голубых тонах... Не вопрос вообще... Соберем... Море... Будут другие варианты... Соберем другой вариант... Да... Вот... Поэтому... Нужен Photoshop... Приходите... Я этому обучаю... И обучаю именно в разрезе применительно модной индустрии... Ссылочку на курсы... Если вам интересно... Вы найдете в шапке профиля... Шрифт не сохранился... У меня почему-то в Photoshop сегодня тоже какая-то проблема... Здравствуйте... Мы уже как раз заканчиваем... Вот... И я не знаю, почему это случилось... Сейчас я попрошу мою техническую поддержку посмотреть на программу... То ли тут что-то слетело... То ли там... Куки драйвер... Не знаю, что произошло... А я именно пользователь... Да... Я могу сказать, что у меня вот здесь не работает... Почините... Как там что чинить... Я всегда обращаюсь за технической поддержкой... Вот... Что ваш шрифт не сохранился... Это очень плохо... Я вам показала, что он у меня сохранился... И... Остался в... В папке... Да... Дафонд называется... То, где я брала принты... Вот они... Не принты, а шрифты... Дафонд.com Смотрите... Дафонд.com Ну, я сейчас выложу тогда ссылочку... Я их просто очень люблю... Вот именно этот сервис... Их много... Вы можете задать... И если вам нужно искать, например, кириллицу... То... Ищите именно кириллицу... Ну, то есть... Это латиница... Я поэтому писала Spring латиницей... Чтобы оно отразилось... Соответственно, вот так они работают... Вы выбираете... А, кстати, по поводу... Рыбок не рыбок... То можно здесь найти какой-нибудь... Nature... Нет, не висим... У меня вроде все работает... Вот... И, соответственно, здесь подобрать... И элементы вытащить прямо из шрифта... Можно свои нарисовать... Ну, мы посмотрим, да... Это же можно по-разному делать... Итак, если у вас есть вопросы... Я готова на них ответить... Данный эфир я сохраню в двух форматах... Во-первых, он будет доступен в Инстаграме... Во-вторых, я сохраню широкоформатную запись... И помещу ее на YouTube... Ссылку помещу в шапке профиля... Оно будет, ну, тоже с моими комментариями... Вот как я сейчас рисовала в таком же времени... Вы сможете его посмотреть... Почему на YouTube? Потому что Photoshop — это программа для компьютера... И у меня монитор намного шире, чем вот то, что вы сейчас видите... Потому что, вот видите, если я буду удалять... Там очень много всего... Вот, можете это посмотреть... Заходите... Соответственно, вот... Кому интересно по курсам, еще раз говорю... Активные ссылки на в шапке профиля... Вы можете зайти посмотреть... Там вот это все в программе курса есть... А завтра поговорим про иллюстратор... Про векторную графику... И тоже соберем какую-нибудь красоту... В виде бесшовного принта... Да и можно placement будет собрать... Если хорошо пойдет... Все... На сегодня все... Кто не успел на эфир... Смотрите в записи... Запись я помещу... В своем профиле... А потом она пойдет... В IGTV... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Спасибо за просмотр...